Руководящий орган Единой России уже сделал ряд предложений, рекомендаций министру образования, каким образом сегодня нужно выходить из этой ситуации. Первое, что необходимо, нужно просто отменить результат этого мониторинга, его лучше не трогать и ни в коем случае не использовать результаты его. Нужно пересмотреть перечень критериев, оценки эффективности, в которые, например, могли бы войти востребованность специалистов по специальности, которую выпускает университет, и в том числе и какое-то количество ресурсов, которые, ну, например, денежного эквивалента, который университет зарабатывает, но самостоятельно зарабатывает, а не то, что предоставляется субсидиями с Министерства образования. Поэтому вот как минимум. Ну и, конечно, с другой стороны, необходимо параллельно проводить мониторинг, во-первых, в большем промежутке времени, то есть необходимо больше времени предоставлять, учитывать динамику развития университета, а не только один срез делать, не учитывая, что ректор работает полгода и в каком состоянии ему достался университет. Ну и, кроме того, конечно, параллельно проводить мониторинг и в госсекторе, и в коммерческом секторе, потому что не должно быть так, что государством производится дискредитация университетов, и волна студентов с государственных университетов, лавинообразная, стремится в коммерческий сектор. Мы все прекрасно знаем, что большая часть коммерческих услуг предоставляется именно некачественной из университетов, в которой, знаете, иногда есть только вывеска, больше нет ничего, и платят просто за корочку, за диплом. А мы же хотим сделать качественную реформу, мы же хотим преобразовать нашу систему образования, мы хотим быть конкурентоспособными, мы же видим, какие критерии нам предложил министр образования. Это количество иностранных студентов, но так количество иностранных студентов будет большим в университетах, как только мы подтянем действительно качество образования на нужный и необходимый нам уровень, а не расправимся с университетами, тогда не будет ни качественного образования, ни иностранных студентов, уже некуда ехать будет. Кроме того, все эти критерии, которые были перечислены, вот, допустим, оценка средний балл ЕГЭ, но это оценка эффективности отнюдь не университетов, это оценка эффективности школ, которые выпустили учеников. Но я вам скажу, что с другой стороны, площади критерий, количество площадей на одного студента или на одного преподавателя, но это тоже не совсем неэффективный критерий, как минимум просто потому, что именно Министерство образования предоставляет возможность увеличивать площадь или сокращать, поэтому это, конечно, неправильно. Ну и кроме того, под одну кребенку и педуниверситеты, и творческой профессии, это кино, литература, и сельскохозяйственные, ну, точно неправильно. Нужно учитывать специфику этих университетов, и поэтому, наверное, даже критерии должны быть разными, и подходы должны быть разными, действительно, при измерении. Ну и кроме того, мы понимаем, что университеты, которые работают в субъектах Российской Федерации, они готовят специалистов для экономики региона. Поэтому, если мы уничтожаем здесь университетский центр, сливаем, переносим все активы в другие регионы, но это дискриминация тоже. Один регион имеет университет, а другой нет. Мне кажется, это тоже неправильно. Кроме того, это и культурный центр в регионе, и надо понимать, что здесь еще и молодые люди социализируются, они здесь получают все необходимые навыки в жизни, не только компетенции и профессию. Поэтому здесь есть над чем подумать. Действительно, сегодня мы перешли на рыночные рельсы. Раньше у нас была несколько другая система, не то что образование, а экономика была другая, плановая и советская. Поэтому сегодня, конечно, мы все должны учиться жить в условиях рынка. Но не так, что выкинули всех в море. Умеешь плавать – плыви. Не умеешь – не плавай. Да, ну то есть, ну, тони, иди ко дну. Поэтому здесь, конечно, нужно учитывать особенности. Я считаю, что нельзя действительно топить наши университеты. Но надо научить жить по-новому. Надо действительно научить зарабатывать деньги. Я знаю, как живут университеты в других странах. И ведущие университеты в том числе. Хоть они, вот у нас, допустим, есть МГУ, СПБГУ. Они действительно зарабатывают на исследованиях. Они зарабатывают на своих лабораториях, которые имеют. И то, оставляют желать лучшего от базы, которая у них есть. Поэтому сегодня действительно каждый университет, он должен понимать, за счет чего он может получать дополнительное финансирование. И для себя, за счет чего он может зарабатывать. Как он может предоставить возможность студентам зарабатывать. Даже студенты могут, даже, в принципе, и сельскохозяйственный университет, если взять, то можно там организовать такие лаборатории, в которых могли бы студенты культивировать, выводить новые культуры, выращивать, выводить на промышленное производство. Есть на чем заработать, но так этому нужно научить. Даже можно и в ручном управлении, и работать напрямую с работодателями. То есть это все можно. И это не что-то новое. Мы об этом давно говорим. Просто нужно сегодня выработать механизмы, понятные университетам, и работать с ректорами, чтобы это все получилось. А не так, что мы сегодня потеряем базу и никого ничему не научим. Так нельзя подходить к решению проблем. Редактор субтитров А.Семкин